МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я Лариса Бузеева, это давай поженимся. Добрый день. Сегодня женихи Евгений, Максим и Артем. А невеста у нас Екатерина. Екатерина 36 лет. В 14 лет сбежала от приемной матери к взрослому мужчине. В 16 родила ему дочь. А в 36 оказалась одна в Москве в поисках счастья. Екатерина парикмахер в фитнес-клубе и администратор в СПА-салоне. Мечтает получить юридическое образование, чтобы помогать детям-сиротам. Признается, что не может устоять перед мужчиной в белых носках. Ее идеал – галантный, в меру брутальный мужчина, который сможет украсть розу с клумбы и подарить ей комплект нижнего белья. Здравствуйте. Мы вас помним, вы у нас были, но жених вас не выбрал. Да. Вам нравится, Андрей? Меня смущает то, что, во-первых, он азартный человек. И второе меня смущает то, что он сам с детьми, но при этом чужих детей он не может принять. Наше смущение взаимно. Меня тоже какие-то факты смущают. Какие, например? Ну, какая-то тяжелая судьба, у меня все хорошо. Я не готов разделить тяжелую судьбу. Нелегкая судьба. Я думаю, что это, безусловно, сказалось на ней, как на матери. И я думаю, что все-таки в лучшую сторону. Ну, давайте напомним, что у вас было. А что заставило вас сбежать 14 лет из дома? Мне было с мамой с приемной некомфортно жить, потому что она гуляла, своей жизнью занималась, вела развратный образ жизни. Я ей, как дочка, ну, была неинтересна, потому что я была приемная, но она родила уже свою дочку уже на тот момент. И вы превратились в золушку? Можно сказать и так даже, да. Ну, серьезно, я люблю более веселых, с юмороком. Но глаза красивые, выразительные. Думаешь, понимает уже, что хочет. Ну, из классика жанра – мачеха и пачерица, да? Да. Самый элементарный пример был того, что когда я училась тогда, напомню, в седьмом классе, мне выдали учебники в библиотеке, и мне их нужно было очень строго держать, их аккуратно, то есть их трогать нельзя было. Но если приходила в комнату ко мне ее дочка родная, и она брала мои тетради, книги, которые я ругалась... А какая у вас разница с сестрой? Десять лет. Ну, то есть она ребенком подходила к вам совсем, нулялькой прямо. Да. Ну что? И ей было дозволено все. Ну, жалко лучше. У девчонок судьба такая. Мама приемная. Может быть, она ее в детстве, конечно, и унижала в чем-то, потому что не своя дочка, да? Ну, как бы все равно... Ну, видно, что девушка серьезная, она искала что-то серьезного, ей хотелось по жизни, вообще в жизни это ей тепла хотелось. Вот если и в реале, ей хотелось тепла. Если бы вы воспитывались в детском доме, как вы считаете, вам бы было лучше? Ваше будущее было бы более интересным, перспективным? Однозначно нет. Вы получили бы другое образование? Нет. Ну, то есть какие-то плюсы все-таки в том, что у вас... Да, я, когда я нашла свою биологическую, свою родную маму, которая меня родила, я была у нее в гостях, и я увидела, каким образом... Ну, как она живет. И как вы могли жить? И как я могла жить. И единственную фразу, которую она сказала вам? Ты стала большая. Все. Не тянет к ней чужой человек? Нет, я не почувствовала ничего родного к ней абсолютно. Но у вас есть еще сестра от нее, да? Старшая сестра, да. Она в психиатрической больнице лежит сейчас. Она на год мне старше. Итак, вы в 14 лет сбегаете от родителей, от матери в 16 вы выходите замуж и рожаете ребенка. Да. Что это было? Ну, я прям не знаю, любовь, не любовь от взрослого дядьки. Или просто, чтобы, ну, как-то сменить картинку? Мне было там удобно и мне было там комфортно. У него никто не курил, в квартире никто не пил, никаких тусовок. А приемная мать курила и пила, да? Да, тусовок никаких не было. То есть была средняя... Ну, как тусовки? Вот прямо норма, прям каждый день приходили компании, и они там все... Ну, а если у мамы были тусовки, то есть приходят подруги и друзья, они напиваются, могут до утра пить, а могут там еще и на второй день пить. Ваша мачеха вас кормила при этом, в школу отправляла, вы жили в чистой квартире, вы были сытой, спали в кровати? Да, ну, не всегда, конечно, в чистой, но сытой, или не всегда сытой, конечно. Скажите, пожалуйста, после ссоры и выяснения отношений с вами она покончила жизнь самоубийством? Да. А может быть, она тоже, подводя итоги, сказала, у меня была одна единственная жизнь, одна единственная жизнь. Я взяла эту девочку, неблагодарную, это я сейчас не права, это я просто, да, ну, как мне кажется. Я ее выходила, выкормила, дала ей образование, оставляю ей наследство, я все это сделала. А она повела себе, ну, как она себя повела? Ну, как и должна была повести чужая кровь? Понимаете? У нее же тоже... Тоже своя правда. Абсолютно? О чем вы говорили, кстати? Когда я ей задала вопрос, если бы не было бы меня, ты хочешь повеситься, а не было бы меня, твоя родная дочка, которую ты хотела всю жизнь родить, и ты родила ее под 40, то есть, ну, я считаю, что человек, наоборот, должен радоваться, да, что судьба дала своего ребенка, наконец-таки, нужно жить для чего-то. А она вам сказала, что она хочет повеситься? Да, она мне сказала, что она хочет повеситься. Я сказала, говорю, а как вот ты бросаешь ее, и как вот будет это все выглядеть? А как она объяснила, из-за чего она хочет повеситься? Она не стала давать объяснения никакие, она дала мне предсмертную записку форматом А4. Что там было? Там было написано, что я такая-то, такая-то, ухожу из жизни добровольно. В кошельке было 100 рублей всего лишь. И никого прошу не винить, ну, в моей смерти. Ну, в моей смерти? Да, и... Пусть плачет, попробуйте. Она не хочет остаться инвалидом, потому что она, оказывается, нашла кошелек у одного, кошелек потерянный, у одного из авторитетного влиятельного человека, который начал ее избивать, и требовал с нее деньги, которые, оказывается, до этого, за день до этого он просто пил где-то и пропил все деньги, а там оставшиеся деньги осталось 100 рублей, на которые она купила чай, сахар и масло подсолнечное. Для вас? Я уже тогда замужем была. Ну, все равно для вас она купила еду. Да? Скажите, а вы сожалеете о том, что так получилось? А сожалеете, что вы ее из петли не вытащили? Я жалею, что я ее не подышала. Вы на прошлой программе этого не сказали. Было только обвинение и обида в адрес. Очень тяжело, смотря, переживая то, что мать померла, ее приемная, то есть она хоть от нее убежала в свое время, но она пожила, когда одна, она поняла, что все-таки это для нее родной человек, она ее воспитывала, и она ее все равно. Знаешь, что мне кажется, что этот человек преданный по жизни, как девушка, она будет преданная с своим мужчиной? Вполне возможно. Как у вас с детьми сейчас, с вашими обстоят дела? С дочкой натянутые отношения. Почему? Она строит свою личную жизнь и хочет самостоятельно строить свою личную жизнь, сама без меня. Ей сколько лет? 20. Ну, строила бы, а вы бы рядом. Она живет своей жизнью, если что-то нужно, я всегда на связи, но я стараюсь, так как она сказала, чтобы я не лезла в ее жизнь, я стараюсь не лезть, не докучать. Если нужно, будет что-то. Ну, не враги? Нет. Но и не близкие люди? Нет. То есть я правильно понимаю, что практически ваша дочь повторяет вашу судьбу? Один в один причем? Отчасти, да. А детишек хотите еще? Да. Чтобы исправить ошибки? Нет, просто хочу сына. Чтобы что? Хочу просто сына. Сына? Нет, ну нельзя так просто хотеть, вот просто хочу сына в 36 лет. А если дочка будет что, опять все снова здорово, что ли? Нет, почему? А что вам есть дать? Вот как-то переосмысление произошло. И вот вы думаете, боже мой, какая же я все-таки была дура. У меня детство было тоже непростое. И местами отношения сложные с мамой были до определенного возраста. И воспитывался я один. Поэтому, в общем-то, ее история мне как нельзя близка. Какие ошибки перечислите? Каких ошибок вы не повторите с новым ребенком? То есть вы хотите сказать, что вы такая идеальная мать все эти годы были? Что вам нечего исправить? Нет. Я сейчас бы тарахтела 194 пункта, то, что я натворила, как мне кажется, и чтобы я исправила. Я вам помогу. Я была псих. У меня была неустроенная жизнь. 90-е годы. Я на ребенка орала. Орала, как подорванная. Орала так, что мне пришлось пойти к психологу, который мне сказал. Подойдите к ребенку, потому что он меня не хотел ни видеть, ни слышать. Позовите его в туалет, откройте крышку унитаза. И скажите, Георгий, ты должен мне давать один раз в неделю возможность проораться. И потом спустить этот унитаз. Потому что если я не буду орать, я лопну. Потому что у меня нет скрипки, чтобы... Понимаете? У меня нет пера, чтобы в творчество, чтобы написать новый роман. У меня нет кисти и мольберта, чтобы я какую-то картину нарисовала. Я работаю сердцем. Все, что у меня есть, это рвать сердце на своей работе. И вот что у меня это сердце не лопнуло, я должна выораться. Он сказал, давай, мам, в четверг. Вот у меня точно, у меня в четверг нет дополнительных занятий. Вот в четверг, да, я приду из школы, это все. Два раза мы с ним сходили, я открыла. Он тазань, да, вот это вот все. Смыла, закрыла. И больше в этом не было нужды. Я орала, как идиотка просто. Я была не сдержана, я могла оскорбить, я могла унизить. Потому что мне было так плохо внутри, мне было так страшно, мне нужно было выживать, что я на ком отрока. На мамочке на своей, которую любила и люблю. И на дети, на ребенка, которого любила и люблю, и буду любить всегда. У вас нет ничего такого, нет, о чем вы хотите поведать? Вот сейчас дочка на вас посмотрит, прибежит, позвонит и скажет, мам, ты на весь мир, на всю страну, на весь мир покаялась передо мной. Я тебе все прощаю, мы будем вместе. Ну, ваше право. Я на вас, знаете, почему так наезжаю? Потому что вы тоже не агнец. Правда же, Катя? И как только вы это поймете, все станет сразу на свои места. Знакомьтесь с первым женихом. Проходите. Екатерина, здравствуйте. Я Евгений. Ищу девушку, которая не напугает моя профессия. Здравствуйте. Евгений, 44 года, владелец компании по организации похорон. Живет в подмосковной Балашихе. Гордится тем, что всегда готов прийти на помощь. Признается, что любит поворчать. Предупреждает, что у него есть две взрослые дочери. Супруга Евгения все решала сама, с кем ей отдыхать, что покупать и когда лучше разводиться. Надеется, что Екатерина будет считаться с его мнением. Здравствуйте. Здравствуйте. Так это же счастье прямо, что у вас такая была самостоятельная жена. Обычно мужчины все с ума сходят. По каждому пустяку женщина хочет с ним советоваться. Мужчина крупный, солидный, да? Нам не конкурент, это точно. Ну, поборемся, конечно, поборемся. Не-не, он совершенно не подходит. Чего не рады-то были? Ну, вообще в семье должны решения вместе приниматься. Особенно насчет отпуска были тогда именно скандалы такие. Ты пока поработай, а я съезжу отдохнуть. Она была жадная? Не сказать, что жадная. Человек просто все время что-то хочет, стремится. Это, в принципе, нормально. Но надо... Нет, нормально ребенку купить рюкзак и сказать, что она будет ходить там чуть ли не до конца школы. Ой, это вообще такая хохма была. Мы все говорим, давай купим ребенку рюкзачок такой небольшой в первый класс. Ну, она говорит, нет, надо такой хороший, моднявый, все, на пол ребенка, короче, рюкзак. Ну, конечно, она с ним проходила первый класс, мы его потом на дачу отвезли, потому что он уже в негодность приходит. А она хотела, чтобы лет на пять-шесть. Ну, жалеть деньги на ребенка не очень, конечно, красит его, тем более в такой категоричной форме, потому что там портфель можно и подороже, чем за тысячу купить. Согласен. Тем более первый раз, первый класс. А вот с отпуском? Так с отпуском тоже, вот последний раз уже как раз перед разводом, что пошли погулять, говорит, слушай, ну вот у нас вот есть энная сумма с ребенком, мы поедем, если ты еще добавишь, то можешь с нами поехать. А может быть, действительно, вы так мало приносили денег, что я этого стала выбешивать? И она говорит, вот начнешь зарабатывать, будешь тоже путешествовать. Честно, в последние годы совместной жизни немножко доход упал, там, по разным причинам, вот, но при этом, живя в своей квартире, имея две машины, дачу и, как говорили, вообще ни в чем себе особо-то не отказывая, ну, это не... Зажралась. Зажралась. Короче, дотянули, что мне звонят, а вас сегодня развели. Значит, до меня дошли сведения, что вы, как бы, не очень теперь хотите после собеседования претендовать на руку и сердце нашей невесты. Вы там шашни и какие-то там экзорсисы в сторону нашего редактора. Чего, глазки вытаращиваешь-то? Мне все донесли и сказали. Вот почему у нас сидит, я к чему это говорю, почему у нас Степа сидит? Степушка, с цветочками. А вы, Степа, мне связи... Нет, 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 я пришел как жених. Правильно? Что, неправду говорю? Я пришел как жених. Правду. Значит, вам редактор наш больше нравится, чем наша невеста? Саша, это целая история, какая-то интрига. Ребята что-то решили замутить, говоря языком. Ну, это полный провал. Это полный провал отсюда. Фиаско, фиаско. Это фиаско. Ты смотри, какие у нее глаза. Конечно, она очень удивлена. С вами все понятно. У нас теперь Степа есть. Степа 44 года. 42. Даже еще моложе. Цветочки невесте. А у меня даже есть про него истории, я могу прочитать. Давайте прочитаем, чтобы получше узнать. Степан, 42 года, риэлтор из подмосковного Пушкина. Мечтает переехать в собственную квартиру. Гордится тем, что один воспитывает дочь. Признается, что любит пить пиво на лавочке. Предупреждает, что он очень эмоциональный. Степан не просил жене поездку в бар с подругами. И тут же предложил расстаться. Надеется, что Екатерина готова жить по его правилам. Опаньки. Ну, пиво я пить, я не люблю пить пиво. Если только вечером, а когда... На лавочке прям. На свежем воздухе. Степан, иди подари невесте цветы. Да. А вы, кстати, что без цветочков-то? Так парсанка нравится. Или вы не... Честно сказать? Да, скажи. Прекрасно. Вот, поскольку уже в последнее время с девушками знакомлюсь, стоит подарить цветы, на этом все заканчивается сразу. А теперь вы принципиально не дарите. Вот принципиально не дарю. На свадьбу подарю. Так наоборот, лучше сейчас подарить-то. А потом неизвестно, что. А Степа не боится? У меня примета такая. У меня свои есть. Странно вообще-то. Вы уж извините, конечно, моему черному юмору. Уж вам-то цветы-то не принести невесте. Они у вас практически вот, ну, задаром. Не беру. А что так? Ох! Ох! Правильно Росик говорит. Работает на кладбище. Собрал бы на работе, смогел цветы и подарил девушке. Красивый, широкий жерт. Степан, а большинство вы не просили жене, что она в бар сходила с подружками? Ну как, не то, что не простила. Осадок в душе всегда остается. То есть я... Вы хотели, чтобы она с вами на скамеечке посидела, да? Нет. Я, если в отношениях, то я к этому подхожу серьезно. То есть для меня... Я понимаю, что могут по-разному все наговорить, но для меня лично вот так меня вот мама воспитала, что в отношениях я табу никаких измен, никаких гуля. И то есть так же то же самое... Либо вместе, да? Да. Либо вместе, да, естественно. А у вас сюрприз-то есть? Я на самом деле без сюрприза. Не подготовился. Я не подготовился. Тогда значит, что, Евгений, у вас есть шанс реабилитироваться. Да. Да. Разрешаю. Можно? Ну, давай. Спасибо. Может, мы сейчас изменим свое мнение? Там такой жених и нам, может быть, нужен. Сейчас стриптиз будет. Может, Оксанка как-то тогда повернется. Я давно уже читаю по слогам. Я давно уже не верю лишь словам. Я давно все выбираю в этой жизни сам. Я давно уже читаю по слогам. Я давно уже читаю руки, но вдруг может статься и новый шанс от скуки. И незачем гнаться. Браво! 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 Молодцы, спасибо. Прекрасный-прекрасный сюрприз. Нет, ну все теперь в свою комнату. Проходите. Евгений или Степан? Если честно, не тот, ни другое мне не вдохновил. Степан, ну ты вообще, конечно, хитрый. Я пою, как говорится, с душой, а ты этот. Слушай, я даже не могу прямо сказать, как это произошло. Просто получилось. Ноги встали и пошли в пляс. Ноги встали и пошли в пляс. Захотелось танцевать. Ну ладно. Видишь, она все равно сказала, что ни тот, ни другой. Типа, королева красоты. Прекрасная. Прям принцесса с приданным, с дворцом и с полцарством. Знакомьтесь с третьим женихом. Екатерина, привет. Меня зовут Максим. Я очень проникся твоей историей и хотел бы тебя обнять искренне и чисто. Спасибо большое. Спасибо тебе. Максим, 39 лет. Владелец IT-компании, живет в Москве. Гордится хорошим вкусом. Мечтает покорить Эверест. Признается, что он громко поет в душе. Предупреждает, что периодически нуждается в одиночестве. Максим сделал возлюбленное предложение руки и сердце, но потом два года просил у нее отстрочку от ЗАГСа. Надеется, что Екатерина умеет ждать. Добрый день, уважаемая ведущая. Здрасте. Добрый парень тоже. Высокий, добрый. Мне кажется, он ей подойдет. Такой спокойный. Да, спокойный, понимающий. Максим, как-то вам два года удалось косить от ЗАГСа? Хотелось, да, все-таки подготовиться основательно, пригласить родственников, друзей. И у нас еще был такой момент немножко, да, это расстояние. То есть нужно было с разных городов решить, где все-таки праздновать, у кого больше, где родственников. Смотрите, а нельзя было, Максим, расписаться, в ЗАГС сходить, а потом ссориться еще 40 лет, где эту свадьбу играть? Да, глядишь, и забыли бы уже про эту свадьбу. Главное, чтобы расписались. Вы же в ЗАГС не хотели идти. А это все, мне кажется, у вас были такие отмазки. Ну, возможно, да, были какие-то сомнения. Конечно. А где вы живете? Проживаю в Москве, да, снимаю квартиру. Вы так нежно обняли на сцене нашу невесту, Екатерину. Это что был за жест? Дело в том, что меня очень тронула история Екатерины. Я очень ее хорошо понимаю. Дело в том, что мое детство тоже не назвать идеальным. Я воспитывался мамой. Отец ушел из семьи, когда мне было 3 года. То есть вы понимаете, жалеете Екатерину? Нет, я не жалею. Я хочу ее приободрить. Я хочу сказать, что все, что не убивает нас, делает нас сильнее. Спасибо. А покажете сюрприз? Да, сюрприз покажу. Пожалуйста. Это нам цветочки? Это уважаемым ведущим и дорогой невесте. Невесте дарите только вот оттуда. А мы возьмем и заберем потом. Екатерина, я хочу показать тебе небольшой сюрприз. Я видел прошлую передачу. Жених был в прошлый раз очень груб. Я хотел бы исправить ситуацию. Ты не против? Нет. Благодарю. В любом случае, как говорится, что бы он там не подготовил. Сценки – это сценки. Мне с детства петь нравится. Как говорится, насколько я знаю, у меня это хорошо получается. Так что меня он точно не затмит. Я вообще лев-царь зверей. Ворискашка, Ворискашка. Если родится сын, назову Аркашка. А если дочь, то Глажка. Дорогая, ты не могла бы мне помочь? Кажется, Арнольдик плачет. Покачай его, пожалуйста. Я только одного не понимаю, зачем в мультиварке сидеть что-то помешивать. Она вообще сама готовит. Она для этого и есть мультиварка. Ее насыпал, закрыл, и она готовит. Не надо там ничего мешать. Ну, как же ты его качаешь? Ты хотя бы сосочку ему дай. Дорогая. Ух, там два. Ну, что ж ты, не можешь сосочку найти. Ну, что ж ты за мамаша. Где ты потерялась? Вот, вот, вот. Держи, держи, дорогая. Ворискашка. Ой-ой-ой-ой. Ой, стена. Ой, стена. Вориска, Аркашка, какой же ты тяжелый. Мам, я подвижу. Молодец какой. Ой, кажется, он разлил. Вытри, пожалуйста, милая. Спасибо, дорогая. Спасибо. Ой-ой-ой. Обращайтесь. Кажется, рожаю. Кажется, рожаю. Ой. Что делать? Что делать? Да вы приляжьте. 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 Легче станет. Кажется, рожаю. Кажется, рожаю. Приляжь, пиляжь. Легче станет. Ножки выдвинь. Вытяни. Плодитесь и размножайтесь. Смотри, какой розовые щеки. Весь в нас. Это же здорово. Ну, на самом деле, этим сюрпризом я хотел показать всю тяжесть родительских хлопот. А если серьезно, фантастика здесь только в том, что мужчина может родить. И я считаю, что это женская задача – рожать детей. А мужчина должен обеспечивать семью и иногда ставить себя на место женщины, чтобы понять ее заботы и тяжести. Такой молодец, спасибо. Ну, парень с чувством юмора, по крайней мере. Рожать – это очень остроумно. Остроумно. Как в фильме «Шварценеггер рожал», помнишь, с Дэнни Дэвитта. Они как раз по росту подходят. Шварценеггер и Дэнни Дэвитта, да? Идеальный парень. Что вы скажете о Максиме? Интересный молодой человек. Перспективный, понимающий. Какой высоченный. Уважаю. Никак вас не смущает Ростева? Нет. Все, в принципе, получилось. Я смотрел на нее. Ей понравилось? У нее прям горели глаза. Да. Но я тоже увидел, что настроение поменялось. И она стала более живая, более веселая. Ты попал прям в точку. Очень удивительный сюрприз. Он более заботливый будет просто. Он обходительный. Те предыдущие женихи. Видно, что он переживает. Более как-то относится к ней трепетнее. Ну, хорошо. Главное, чтобы вам нравилось. Знакомьтесь с последним женихом. Привет, Екатерина. Меня зовут Артем. Давай поженимся. Очень приятно. Артем 40 лет. Владелец компании по продаже оборудования для ресторанов. Живет в Москве. Гордится тем, что служил в элитных пограничных войсках. Мечтает написать автобиографический роман о своих похождениях. Предупреждает, что девушка должна найти подход к его дочери. После 10 лет брака Артем ушел от жены к любовнице. Но новая возлюбленная быстро променяла его на более выгодную партию. Надеется, что Екатерина окажется той, кого он так долго искал. Здрасте. Здрасте. Слушай, вы снова лысый? Да, сегодня прям день лысых мужчин. Я думаю, что я не зря тебя позвал в качестве поддержки. Сколько вы в браке прожили лет счастливо, вот так, без загулов? Рано женился, не нагулялся и добирал эмоций по стороне. А жена у меня оказалась очень ревнивая. И залезала она в мой телефон, проверяла и настраивала скандалы. Мало того, она звонила вашим пассиям, да? Да. С разборками. Молодец. И мыезжала на них. А автобиографический роман хотите о тех похождениях написать? Ну, можно и о тех, и о тех, которые были позже и раньше. И вообще вы стали философствовать, да, там, рассуждать, что вот дочь любите, жену не любите, да? Ну, было такое, да. То есть я смотрел на дочку свою любимую, любовался, думал, какая ты красивая, какая ты смешная, как я тебя обожаю. Вот, если бы я так любил жену, наверное, я был бы счастлив. Но это было не так. И как бы возникла потребность тоже кого-то любить. И вселенная услышала мой запрос, послала мне вот новую пассию. Любовница, да? И вот прямо влюбились. Ну, на тот момент, да. И решили к ней уйти. Ну, в итоге я к ней ушел. Вообще, как бы, вот это вот просто поразительно. То есть ты 10 лет живешь с женой, ходишь ей изменяешь, и потом, блин, уходишь к любовнице. Ну, каждая своя жизнь, я считаю. Ну, своя жизнь, блин, ты просто зачем ты жизнь портишь другому человеку? Уйди сразу нафиг, что ты... Я говорю, что у него своя жизнь такая, портись. Значит, портись. Два года прожили вместе очень. А дальше почему? Что ее стало вас не устраивать? Дальше... Кого она там себе нашла? Ну, кстати, я уехал в Таиланд без нее, с другом. И когда вернулся, ее как поменили. То есть, если до этого она там не замечала никаких моих недостатков, то есть прям была любовь-любовь, то тут начались какие-то придирки. Классно, поехал с другом в Таиланд, ее не взял с собой, да? А почему не взяли-то? Ну, мы иногда так отдыхали порзни, она тоже ездила за грани. Ну, люди же должны отдыхать друг от друга. Ага. Правда? Перед вами Екатерина. Угу. Ваш психотип женский, как вы считаете, сможете восполнить? Ну, Екатерина, конечно, красивая, очень-очень с выразительными глазами. А судьба вот такая тяжелая? Видимо, эта тяжелая судьба немножко какой-то такой мрачной, негативной энергетикой накладывает. А вам не нужна мрачная, потому что вы же еще, я так понимаю, я только не очень понимаю, вы владеете компанией по продаже оборудованных для ресторанов, но при этом хотите музыкальный альбом записать. Вы поете, что ли? Или играете? Ну, я тоже человек, кроме этого. Я сочиняю стихи, песни, да, могу спеть. Да, еще хотел прочитать, конечно, я очень свое стихотворение. Я думаю, что ее тоже бы это впечатлило. И у нас было бы еще один дополнительный бонус. Бонус, да. Ну, после передачи. Я думаю, после передачи ты прочитаешь. Я прочитала в вашей анкете. Любите флиртовать с девушками, и вы предупреждаете об этом, потому что вы говорите... Смотри, как он сидит, Роза. Ничего серьезного говорит, просто... Роза, ты посмотри, как он сидит, как он улыбается. С селью на мелоде. Нет, просто все считывается. Конечно, пока смерть не разлучит вас, вы будете уже на смертном одежде старческими руками хватать медсестру за мягкое место. Это вы не виноваты в этом, Артем. Вы таким вот у родителей. А почему он не виноват? А почему бы не сдерживать-то? А зачем? А бабам радости, что тебе жалко? Против своей природы не попрешься. Покажите сюрприз. Классный пацанчик залетел к нам, но на вас должны светиться, дурочки. Вы должны сидеть на этом месте. У меня реквизит там. Переодеться вам надо? Реквизит. Я уже забыл, какая это моя комната. А вы походите, нам приятно на вас смотреть. Не-не, вот это левее, Тём. Да пускай заходит, куда хочет. Главное, чтобы только не ушел. Ну, то есть он такой по жизни товарищ. Такой сам по себе, на веселе погулять хочет. Я не знаю, ему... Или ему рано жениться, или он в принципе... Он так долго будет еще гулять. Или он в принципе... Может быть, он поймет когда-нибудь с возрастом, да, там, когда ему уже будет, он... А-а-а, стакан воды, хамыть, что он зря гулял и бегал. У меня есть такое хобби – жонглирование. Я много занимался боксом, поэтому у меня хорошо работает моторика рук, реакция. У меня что-то хорошо пошло, это жонглирование. И плюс я бы хотел зачитать стихотворение, которое я сам написал. Что-то странное со мною происходит. Где цинизм, где наглость, где кураж. Я теряюсь, когда в комнату заходит мой любимый женский персонаж. Я наигранно пытаюсь быть небрежным. И рисую интерес к другим. И боюсь, что тон мой будет слишком нежным, Если мы с тобой вдруг заговорим. Я страшусь, что выдам себя взглядом, Когда я любуюсь на тебя из-под тишка, И глазам моим, и утешенье, и отрада. Я в детстве так смотрел на облака. Я замирал в немом восторге млея И растворялся в их глубокой красоте. И я глядел подолгу вверх, пусть ныла шея, Как будто сам парил в той синей высоте. И вот теперь я так же забываюсь, И улетаю в небо высоко, Когда тебя влюбленным зрением касаюсь. Хотя хотелось бы влюбленную рукой, Но я люблю тебя на расстоянии. Вот такая безответная любовь. Лилеть образ твой в своем сознании, А не стремиться заманить тебя в ольков. Ты идеальна каждую чертою, Я обожаю каждый твой изгиб, Но я боюсь испортить идеал собою, И не признаюсь тебе в том, Как крепко влип. Классный! Артем классный пацанчик! Прямо вот я вас жду здесь в качестве жениха, А можно пересять последний этот? Чтобы за вас боролись. Так же хорошо у вас все, что? Посмотри, молодец, молодец! Молодец! Клевый! Прям все нравится! Проходите в свою комнату. Ну что, девчонки ведутся на него. Сами девчонки виноваты, что ведутся на него. А парадокс! Женщины потом всегда говорят, Где вы мужики таких баб берете? А мы все время потом спрашиваем бабы, Где вы мужиков таких находите, Которые вас кидают? Классный! Вот такие вот гады украли у меня большую часть жизни. Лучшие мои годы. Сволочи! Потратила на таких тем. Ну и что вы скажете? Клевый, да? Я бы не советовала бы Кате такого. Так он и не выйдет. Это не того поля ягода. Там другая должна быть. Крученная, верченная такая игла. Ну он будет все время, мне кажется, все равно будет гулять. Это уже его проблема, но это не проблема Екатерины. Выйдешь за ней, если она зайдет? Выдала. И так девушка плакала, что ее обижать еще дополнительно. Степана! Представляешь, он же ведь, ну, Проявил инициативу, уже цветы принес. О! Я тоже думаю, что Степан. Прямо, ну и прямо из вашего вот… А как танцевали? Ну? А прямо пара, прям такая, холесая. Ну, больше как-то смотрится действительно Степан. И действительно ей нужен мужчина, который проявит инициативу. И он тут проявил себя как мужчина. Ну и потом он симпатичный. В общем, кого бы вам не посоветовали, вы слушайте себе и свое сердце. В любом случае оно у вас придет туда, куда нужно. Проходите. Слушай, ну да, получается, у меня вообще конкуренции нет. Я ее просто в легкую заберу. Понимаешь, как эту вал диспетч угадывает? Забирай. Я приглашаю всех выйти и поддержать Екатерину. Какая красивая пара Екатерина и Максим. Я очень рад. Екатерина, благодарю тебя, ты сделала правильный выбор. Меня очень впечатлила твоя история. Она действительно тронула меня. И я постараюсь оправдать твои надежды. Это твой выбор. А я, Лариса Гузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай поженимся. Советую любовь.